Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! Номер 862. События дня. 1 Иоанна 2, 19. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Гусейнов Рустам. Да, я просто хотел узнать, правильно ли в моем случае вчера было таинство крещения или нет? Игнатий Лапкин. Якова 1, 6. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Рустам. Я понял. Короче, все хорошо с моим крещением. Слава Христу! Игнатий Лапкин. И новый, и лучше трудно представить. Верил. С погружением полным трижды и бесплатно. Красота и внешне, и внутренне. Теперь только все это сохрани в себе, не расплещи зряшно от возмущения духом плотским. Всякую подвижку к осуждению гаси на корню беспощадно постому молитвой. Ты разве не заснял само крещение свое? Рустам. Спаси Господи! Слава Христу! Вода была ледяная. Если бы не цель самого крещения, я бы никогда не окунулся в этот ледяной источник. Сердце скукожилось. Нет. Потому что в день крещения я не знал, что меня крестит священник. Он сказал, что у него нет дела, и он не получится. А я его буквальным образом уговорил. Я сказал, что бесы сильно крутят, и очень тяжело с каждым днем. И мы отправились сразу после службы на источник. Священник отвез меня на своей машине. У меня и времени не было кого-то просить о видосъемке. Все было очень быстро. Священник сказал, чтобы меня крестить. Ему пришлось с кем-то поругаться сильно. Но он не жалеет. Он сделал правильный выбор. Приехали на источник. Рядом с водоемом паслись коровы и гуляли ребятишки. Как только священник начал таинство, коровы разбежались, и ребята умолкли. Священник сказал мне, вот, Рустам, тебе не храмы с куполами были нужны, а это чистое поле с коровами. Этот источник. Крещение было нужно. Крестили, назвали Рустик. Виктор Че. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я смотрю ваши видеоролики. У меня просьба. Обратите внимание на работу микрофона правого канала. Прислушайтесь. Возможно, там попала соринка. Мембрана вроде как задевает. Особенно, если кто будет играть на гитаре. Микрофон левого канала работает чисто. А вот в микрофоне правого канала есть соринка. Или микрофон такой. Рекомендую разобрать камеру и продуть от пыли. Игнатий Лапкин. Мы только что принесли аппарат из мастерской. Сказали, что теперь все нормально. Анастасия. Мир вам, Игнатий Тихонович. Спаси Христос за сообщение. Место действительно хорошее. А сколько там соток? Отвечаю не точно. Не знаю. Оно просто уникально тем, что проходит как раз по овражку границы. За которым можно взять еще соток 20-30 или более целик. Лучшее место для винограда, фруктов и прочего. Анастасия. Все поняли. Хотели бы, конечно. Но как получится. Будем молиться. А еще есть желающие на этот участок? Ксения. Дорогой Игнатий Тихонович, мир вам. Поклон вам, Екатерина. К выходным она собирается в Москву ехать. Просила молитву о благополучном возвращении. Еще просила передать, что отправила вам файл со своим видео. Надеется, что вы получите. Удалось открыть. Если что-то не открывается, сообщите, пожалуйста, мне. А я передам Екатерине. Лидия США. Игнатий Тихонович. Скажите на камеру, какой тип новой камеры вам нужен-то? Пожалуйста, Игнатий. Мне понятно, для чего вы про камеру спрашиваете. Желаете нам помочь? Прислать из Америки камеру такую? Не нужно этого делать. Пожалуйста. Ваша щедрость и любовь к нам известна. Это вы меня ввели в личное общение с отцом Александром Мень. Благодарю вас всегда за это, дорогая лидия. Относительно посещения вами нашей Потеряевки. Это возможно только летом. Так что впереди и события, подходящие для этого. 3 июня 2018 года, воскресенье, будет отмечаться у нас 200-летие основания Потеряевки. Потеряевыми первыми поселенцами. И 27-летие начала восстановления заново возрожденной, сгинувшей, возрожденной, сгинувшей в 1972 году поселка Потеряевка. Ожидаем приезда митрополита Сергия Иванникова, правящего архиерея Алтайской Барнаульской митрополии. У нас с ним прекрасные отношения, и он дважды в году приезжает со священниками, диаконом, иногда и семинаристами, и певчими. Осенью же приезда к нам для гостей посторонних нет совершенно. Зимой на снегоходе едут в противоположную сторону до села Урывки. Там машина, в нее перегрузка и до Барнаула. Там молочники каждый вторник-то. И обратно та же схема. На нашем разъезде под Степной нет никакого здания, совершенно пустое место, дороги нет. Поезд один останавливается только в 24 часа, там на одну минуту. Встречать никто не будет, нет к нам проезда. И кто вздумает ехать, то только на кладбище весной его найдут. Нынче весной как раз такой случай был. В морг отвезли попавшего под поезд. Если кто присылает нам что-то, то с почты это возвращают обратно. Мы на почту стараемся не ходить. Мы ни в чем не нуждаемся. А поезда из Москвы на нашем разъезде под Степной не останавливаются вообще. Нужно слазить на станции Корщина за 20 километров от нас. Выходите и ждать у моря погоды. Нужно кому-то ехать, забирать приехавшего. А если это в дождь, то по раскисшей дороге не пожелаешь и недругам такого. Лидия, дорогой Игнатий, возможно, здесь выбор больше и цены ниже. Не отказывайтесь, пожалуйста, Игнатий. Теперь даже у нас в Барнауле очень и очень много всяких разных. Не по карману. Да и сложно все усвоить. А чего нет, то тут же по интернету из Москвы и весь мир на витринах. Тут свободно. Были бы грошики. Но мы своими силами поправились. Уже купили. Спасибо, Христос, дорогая сестра Лидия. В пределах до августа приезжают гости. При желании приехать будете желанным и дорогим гостем. Игнатий. Посреди деревни освободилось хорошее место, я говорил, где пытался строиться выбывший Роман. Теперь землю можно оформлять на любого. Заплатите, и уже он туда не вернется, как выпавший из гнезда. И с этим нам не следует медлить. 3 июня отмечается у нас День деревни. Может приехать митрополит Сергии. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, и дому вашему. Малое откровение расслышал для себя в новых событиях дня. Вы, Игнатий Тихонович, там очень важную оговорку делаете. Сказал сначала. Я отвечаю. А потом поправляетесь. То есть я нахожу ответ. Вот именно это имеет, на мой взгляд, глубочайший смысл. Ведь человек ответить истинно не может. Это может сделать лишь Господь Бог. А человек лишь найти в словах Господа эту истину. А это слово и есть Святая Библия. И наш путь гносеологической эвристики упрощен самим Христом. Нам не нужно погружаться в медиативные или опытные пути обретения истины. Для нас, христиан, достаточно обратиться к Священному Писанию и, зная его, получить ответ от самого Бога, Творца Всего Сущего. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за это откровение. В кавычках, спаси вас, Христос. Отвечаю. Ввиду занятости, часто пользуюсь своим ответом в развернутом виде, когда даю в событиях дня. Ваш вопрос сегодня отвечал. Относительно ритуала. Что такое ритуал? Ритуального услуги в законченном и неповторяемом обычае, вполне затмердевшем в опыте до стука молотка в нашу крышку. Слово «ритуал» больше притягивает к визуальному, пошаговому действию от рождения до самой крышки. А опыт или еще иное заменительное слово просто показывает расплывчатые контуры того же самого под этим словом «ритуал», то есть «мертвое и закончено». Далее, выдержка. Но это совсем не говорит о том, что Игнатий Лапкин – человек, приятный во всех отношениях. Это газета у них тут вышла «Единой России». Его неустанные поиски истины и жажды знаний нередко приводят к ситуациям острым и трудным. Бурлящая духовная жизнь бесконфликтной не бывает. Вот и с местным православным иерархием они все просто. Не только потому, что Игнатий Лапкин находится в лоне русской зарубежной православной церкви, которая, как известно, не признает над собой юрисдикцию московской патриархии. Не терпит она отступления от святых принципов истинного православия. Не молчит. Вновь и вновь указывает на догматические заблуждения официальным священнослужителям. Сколько копий было сломано в спорах о ритуале крещения. Но именно версия Лапкина оказалась верна. Его отточенная аргументация, основанная на обширных богословских познаниях, трудно что-либо возразить. Его можно лишь спрашивать. Марина Игнатий Тихонович, мир вам. Мне необходимо руководство к действию. Есть несколько личных вопросов. «Направьте меня во свете Библии. Если не то, на то есть воля Божия». Можно вам позвонить, либо написать. Мы поговорили. Даже ролик есть. Валентина Сортисон. «Христос воскрес. Мир всем. Когда я побывала в лагере Игнатия Тихоновича и понаблюдала, как он воспитывает детей, я с ужасом для себя поняла, как я не умею воспитывать детей, и как неправильно воспитывала их в свое время. А у меня на то время было двое взрослых дочерей, пять внуков подрастало. Мы даже с Ниной Жолнировой подошли к Игнатию Тихоновичу и попросили его, чтобы он тоже нас отхристал крапивой. Он отказался это делать и сказал нам, «А теперь сами себя их лечите». Я обращаюсь к молодежи, имеющей подростковых, подрастающих детей. Поезжайте в лагерь к Игнатию Тихоновичу и поучитесь у него, как нужно воспитывать детей». Кто-то пишет. «Гнатий Тихонович, а когда у нас эти операции? По поводу чего именно? Непроходимость или метастазы?» Ещё есть такой момент, что сейчас соцслужбы быстро отслеживают, если дети из одного из родителей остались и проверяют. Реально могут детей отдать под опеку. Ну, не знаю, метастазы или ещё сделали раньше операцию, вырезали желудок и опять что-то неладно. Так, Игнатий. «Чего ради тогда говорить, если такая угроза? Что дети одни остались, а могут забрать их?» Отвечает. «Сейчас у службы опеки существенно больше прав. Они чуть ли не сразу могут явиться с проверкой. У нашего друга жена и дочка погибли под поездом. Дело было ранним вечером. А уже через два часа проверяющие были в детском саду, а ещё через час нагрянулись с проверкой домой. Но там предупредили добрые люди. И набежали сёстры, заполнили холодильник и очень чисто убрались. Успели как раз перед проверкой. Как волки хищные была эта опека. У человека жена с ребёнком погибли на глазах у других детей, а они... Так когда операция-то? Отвечаю. Вроде бы сегодня. Ей в прошлый раз удалили полностью желудок. Но снова что-то не так. Ксения Игнатий Тихонович, в первом томе «Открытым оком» на пятисотых страницах вы упомянули Лютый Георгия Иннокентьевича. Если возможно, расскажите, пожалуйста, жив ли он, как сложилась его жизнь, изданы ли его стихи, устоял ли в вере. Спаси Христос. Вот видите, какие вопросы задают. А мне надо теперь включать все книги и искать. Вот он. Я прочитаю сейчас. Вопрос 593 «Открытым оком». У Максима Горького есть серия книг под названием «Жизнь замечательных людей». Там в основном революционеры и подвижники за народное счастье-то. Можете ли вы назвать кого-то, кого-либо из известных, замечательных людей, из христиан? Ответ. Если брать из прошлых веков, не считая Христа апостолов, но простых смертных, то на меня оказалось самое большое влияние Иоанн Златоус и Блаженный Фефилакт. После Библии это самые главные книги, которые образовали меня, как православного христианина. В этом же ряду ставлю миссионерский журнал «Ревнитель», издававшийся в прошлом столетии Лазарем Кунцевичем. Эту книгу, что является уже чудом, дал мне считать и позволил законспектировать баптистский пресвитер в городе Пенза, Ульянкин Петр Михайлович. А объем книги – 1400 страниц большого формата. И законспектировал я ее около пяти раз. Да воздаст ему Господь милостями своими в судный день. Он помог мне стать проповедником-миссионером среди всех сект. Самые значительные люди, которые помогали мне стать христианином, были в первую очередь моя мать Мария Егоровна, научившая страху Божию, молитве и постам. Отец Тихон Дмитриевич, прививший ненаверие и ненависть к коммунистам, как извергам рода человеческого. Родной брат Аса Степан Дмитриевич, он дал первый толщок искать священство, ибо мы родились в киржатской семье старобрядцы беспоповцев. Еремея Михаила Александровича и жена Ивана Матвеевна, баптисты-пятьсятники, из города Венсполса, в Латвии. Они были очень гостеприимны, пригласили меня, и в первый же день я уверовал, получив Библию. Устинова Александр Иванович, истинный герой веры, приговоренный к расстрелу за проповедь Евангелия, и особенно за растолкование откровения на богослова по архиепископу Андрею Кесаре Каппадокийской, и друг его, Долгов Андрей Федотович. Бакланова Антонина Георгиевна из катакомбников, у которой муж отнял детей, и под страхом топора она бежала из дома. На моем суде выяснилось, что всю созданную мной библиотеку до последней пленки высушила только она одна, Антонина Георгиевна. Ее трудно было застать спяще. Она постоянно молилась и трудилась. Избрав меня своим духовным наставником, она являла удивительное послушание, неназойливое следование за мною всюду, куда бы я ни поехал по России. Почти неграмотная, она знала писания, жития и каноны, и давала проницательные советы и ответы. Всего лишь десять дней она не дожила до моего освобождения. В свой адрес от многих я получаю упрек, что от меня не дождешься похвалы, а все только чистишь нас и строчишь. Тетя Тония всегда ставил в пример всем, говоря, оцените человека, его талант при жизни, пока он с ними. Тогда она мне говорила, ты захвалил ее, хотя я и об этом никогда и не говорил. Лютый Георгий Накентьевич. Даю его адрес. Красноярский край, город Канск, Красная Иланка, 15. Когда ему было шесть лет, он относил обед отцу на работу и переходил через речушку по мостику из бревента. Но когда возвращался обратно, вода уже поднялась настолько, что его смыло с моста. Его спасли, но он полностью ослеп. Он не пошел с протянутой рукой собирать медики. Но всю свою жизнь стремился учиться и посещать все диспуты и беседы верующих. Даже отец Геннадий Фаст, которому он, прослышав про него, его проповеди, ездил, не смог определить границ его знания. Дядя Гоша, известный в городе Печник, столяр, переплетчик, руководит клиросом, имеет буквально, знает на память Библию по-русски и по-славянски. Историю церкви обновленчества со всеми именами и датами. Любое житие святых рассказывает, называя дату, а это 12 томов, 1273 биографии. Он часами может на память читать стихи и псалмы известных и малоизвестных поэтов России и зарубежья. И сам пишет прекрасные стихи, печатая их сам на пишущей машинке. Интерес к знаниям у него потрясающий был. Так. К знаниям, да. Кто-то дал ему прослушать одну из моих бесед с отцом Дмитрием Дудко. Он сразу же сказал, что прав не священник, а тот, кто с ним беседует. И спросил, а кто это? Ему сказали, Игнатий Лапкин. А он живой? Где он живет? В Барнауле. И далее, даже вообразить страшно, совершенно незрячий. Он трижды приезжал ко мне в гости, чтобы побеседовать и насладиться общением. Два раза приезжал один. И так вся его жизнь. В последнее время большое участие в моей жизни, кроме указанных людей, приняли Егоренька Надежда Павловна и Капустин Татьяна Кузьминевична. Считаю себя счастливым и за то, что у Бога есть такие последователи Христа. И их сердца были повернуты ко мне. Они достойны попасть в книгу «Жизнь замечательных людей». Спросили про Георгия, вот я уже заранее представил тут. Александр Б. Христос Воскресе, Игнат Тихонович. Скажите, можно ли приехать к вам в Потеряевку, побеседовать с вами и найдется ли у вас для меня время? Простите меня грешным, прошу ваших святых молитв. Отвечаю. Заходите по скайпу и поговорим. В Потеряевку незачем, просто так нельзя. Оксана, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вы, наверное, святой. Пожалуйста, не оставляйте нас. Крепко вам здоровья и долгих лет жизни. Вот святой, не святой. Вчера одну статейку маленькую совсем нашел. Владимир Басенков. Не знаю, кто он такой. Глупый в смехе возвышает голос свой. Сераха 21-23. Не смех зло, но зло то, когда он бывает без меры, когда он неуместен. Способность смеха внедрена в нашу душу для того, чтобы душа иногда получала облегчение, а не для того, чтобы расслабляться. Святитель Иоанн Златоустов, том 12-й, часть 1-я, беседа 15-я. Радоваться, по мнению общества, это зачастую ржать. Посидеть, пошутить, посмеяться. Это линия один самых излюбленных, простых и бюджетных, в кавычках, видов досуга и снятия стресса для среднего гражданина России. Остроты и смех разряжают обстановку, располагают себе, делают весельчика своим в коллективе. Без шуток и раскатов громового хохота некоторые люди не представляют своей жизни. Кого-то излишне спокойная реакция на очередную шутку, особенно известную, показанную с экрана микрофона, даже оскорбляет. Радоваться, по мнению общества, это зачастую ржать. Христос воскрес! Проведает меня. Архиепископ Янов Шанхайский говорит, что смех бывает светлый и темный. Определить, какой из этих типов смеха захлёстывает вас, владыка предлагает, прислушавшись к внутренним ощущениям. Если нет лёгкой радости, значит, неизбежно будет чувствоваться какая-то тяжесть. Хороший, добрый смех, тонкое чувство юмора и доброй улыбки сегодня встретишь несчастно. Как правило, объектом шутки становится человек или его недостатки, неудача, даже грустное событие. Кого-то удивляет, что в комментариях под трагической новостью не всегда можно встретить слова соболезнования, осуждения, обвинения и даже шутки по поводу чужого горя. Отказ от беспричинного веселья может заклемить вас как человека социального. В бездне интернета дурной юмор давно занял свою нишу. Здесь можно встретить целое сообщество смеющихся циников. Надо сказать, что отказ от смеха и беспричинного веселья, принявших в веселящемся обществе, может заклемить вас как человека социального. Знакомы ли нам христианам ситуации, когда мы оказывались в обществе людей, захлёб смеющихся? А нам в это время в душе было очень грустно. Архиепископ Иоанн был точен в категорическом определении света и тьмы в отношении смеха. Сейчас-то нам просто навязывают модель постоянного смеха, необходимости смеяться над ближним, его недостатками, неудачами. За смехом может скрываться легион человеческих пороков. Ненависть, гнев, уныние, зависть, праздность, блуд. Диагнозы миру выставлены очень давно, и несмотря на прогресс нового перечня грехов, не возникает изощренностью. Пестрят новые формы только. Признаём, тёмный смех и сегодня пополняет общество. Наполняет. Как быть христианину, не обольститься и сделать в отношении этого правильные выводы? Я иногда ошибаюсь, плохо вижу. Со страниц Священного Писания Господь напоминает нам «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете». Лука 6, 25. Евангельская проповедь начинается призывом к покаянию, а одна из заповедей блаженца сообщает «Блажение, плачущие якоти, утешатся». Матфея 5, 4. На этом контрасте довольно хорошо показано отношение христианства к перманентной смеха по нораме общества. Центром нашей радости, нашего веселья должен быть Бог. В противном случае наше стремление к смехотворству – лишь пустая праздность. В лучшем случае центром нашей радости, нашего веселья должен быть Бог. Конечно же, шуткой всегда можно ободрить человека. Мы можем улыбнуться после богослужения, искренне обрадоваться встрече, торжеству. Да, духовная радость видна на лице, ее сопровождает полуулыбка. Но в таком состоянии человек не стремится к смеху, к шуткам. Он чувствует Бога, радуется в Господе. Чего еще нужно? Улыбается ли она во время безумного хохота от пошлой шутки? Душа в эти моменты скорее скорбит. Мы забываем, что смех стал оружием против всего здорового в мире и воротами для всего нездорового. Хочешь обесценить святыню в глазах отдельно взятого человека? Сделай это предметом насмешек. Кажется, советская власть именно так и поступала в отношении верующим. А, дурачки-то какие! Давайте над ними смеяться, глумиться, делать смешные плакаты и сочинятелек анекдоты. Эта захвастка никуда не ушла из нашего общества и по сей день. Хочешь, чтобы нарушение табу вошло в жизнь? Ну как? Какое обычное явление? Начни над ним подшучивать. В один миг то, что вчера считалось совершенно неприличным, даже для обсуждения, сегодня становится предметом насмешек, защитой чьих-то прав. Примеры из деятельности известных меньшинств будут излишними. Главным образцом для подражания в нашем пути к обожению является Христос. Давайте задумаемся, зададимся вопросом, смеялся ли он. Как говорит нам Иоанн Златоус, иссылавшийся на него книжники Древней Руси, нет. Часто бывало, что его видели плачущим, а чтобы он смеялся или хотя бы мало улыбался, этого никогда никто не видел. Сегодня с этим пытаются спорить. Но против авторитета одного из вселенских учителей тяжело что-то возразить. Неужели мерность духа, тихую радость, к которой мы стремимся, возможно поддержать или сохранить с помощью эмоционального взрыва, которым является смех? Вряд ли. А вот искренняя улыбка, широкая, играющая светом на лице, является собой подлинную радость. Заряжает, дает надежду. Смехотворство для человека постмодерна стало наркотиком. Он упивается им, чтобы избавить себя от непрекращающихся тяжелых мук нераскаянной совести. Этот алкоголь смеха играет абсолютно разными оттенками. Человек ищет его. Ведь прекратить смеяться, вернуться тяжелой мысли. Наступит уныние. Но у христиан-то есть способ не унывать, радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Попросить Господа Бога в моменты скорби поддержать. Неужели он откажет? Открыть грехи на исповеди. Причаститься святых тайн. Но вот она, наша христианская радость. Она напрямую зависит от Бога. Скажу банальность. Но кто не замечал, что подлинное воодушевление и восторг приходят от общения с братьями и сестрами во Христе, от молитвы и чтения душесподительных слов, от совершения дел милосердия. Мы видим, что в устах Бога смех носит характер презрения. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Прича 1.26. Ад всесмехливый. Из канона Пятидесятницы символизирует поражение и осмеяние зла. Христос победил смерть. Сошел в ад и спас людей. И посмеялся над отцом лжи. Прежде дьявол смеялся над людьми под их падением. А первым известным ветхозаветним шутником можно считать насмехавшегося над престарелым отцом хама. Смехом радости в подлинном смысле можно назвать детский смех. Дети умеют радоваться самым простым вещам, на которые мы, взрослые, смотрим порой с полным равнодушием. Вот уж у кого стоит поучиться-то истинной радости. Их смех не осуждает, не гневается. Он полон любви ко всему окружающему миру. Да и Спаситель ясно сказал всем нам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Матфея 18.3. Закончить статью хотелось бы словами святителя Иоанна Златоуста. Настоящая радость всегда смешана с печалью и никогда не бывает чистой. Будем же радоваться той радостью. Будем стараться ее получить, а получить ее возможно. Избирая неприятное, но полезное. И даже испытывая некую скорбь добровольно. Таким образом, мы сможем сподобиться Царству Небесного. Деяние 17.32. Услышав воскресенье мертвых, одни насмехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Яков 4.9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех важно обратиться в плащ и радость в рыдание, в печаль. Ефесянам 5.4. Также свернословие, пустословие, смехотворство, неприличное вам, а напротив, благодарение. Ну вот я в эти места взял, чтобы как-то статью поддержать. Не знаю сейчас сколько. Как-то Володя определял, сколько прошло времени. Сегодня 24-е. Не знаю. Он только глянет и сразу узнал.